Ни вашим, ни нашим Киев не может определиться с курсом. ЕС рассматривает Украину как бесплатную прибавку к прибыли. Москва и Брюссель обмениваются колкими репликами. Зима подкралась незаметно. Ближний Восток завалила Израиль, Сирия, Ливан и Иордания вторые сутки в снежном плену. Приматы покоряют космос. Иран успешно запустил на орбиту вторую обезьяну. Янукович наносит ответный удар. В Киеве на Европейской площади в паре сотен метров от Евромайдана проходит крупнейший митинг сторонников президента Украины. Акция продлится минимум два дня. Впрочем, организаторы заверяют о бессрочной поддержке. А по словам оппозиционеров, на Европейскую свозят молодых людей спортивной внешности. Они опасаются столкновений и погромов. Митинг проходит под девизом «Сбережем Украину, нашу общую родину». У Европейской площади через весь Крещатик выставлен милицейский кордон, призванный предотвратить контакты между сторонниками Януковича и евромайдановцами. При этом в правительстве заявляют, что трое высокопоставленных чиновников, включая мэр столицы, понесут ответственность за применение силы против демонстрантов на Майдане в ночь на 30 ноября. «Мы должны еще выполнить целый ряд условий. А какие это условия? Знаете или нет? Мы должны узаконить одноповые браки. Мы должны принять закон о равенстве сексуальных меньшин. Мы готовы наше общество к этому!» На этом фоне западные СМИ призывают Брюссель вмешаться в украинское противостояние. ЕС должен немедленно обратиться к острейшей проблеме своего соседа Украины. Ведь в этот кризис свой вклад внес и Евросоюз, пишут влиятельные издания. В самом ЕС ответственность за происходящее в Киеве возложили на Москву. Европейский парламент принял резолюцию по ситуации в Украине. В документе осуждается политическое и экономическое давление со стороны России. В Москве отмалчиваться не стали и пригрозили европейским коллегам серьезным разговором. Нина Шамуги с деталями. Никакого повода для демонстрации. Так в Москве комментируют ситуацию в Украине. На Смоленской площади считают, все происходящее тщательно срежиссировано. И режиссеры не власти страны, которые приняли легитимные решения не заключать договор с Европой, а провокаторы. О том, кто эти субъекты, главный дипломат России дипломатично умолчал. Но подчеркнул, не так просто оторвать Киев от Москвы. И волнуются, видимо, наши евросоюзовские партнеры. Ну, прежде всего, потому что уходит такая достаточно недорогостоящая, чтобы не сказать, бесплатная прибавка к прибылям. Особенно в условиях кризиса. А вторая причина, это, конечно, идеологическая заряженность. Вот те, кто мыслили категориями либо-либо, и те, кто ставили задачу главную во всем этом проекте Восточного партнерства, оторвать наших соседей от России, пусть даже искусственно, пусть даже с применением шантажа, они вот увидели, что не так все просто. Непростой обещает быть и намеченное на 16 декабря заседание Постоянного совета партнерства России и ЕС на уровне глав МИД. В Брюсселе Москва намерена задать неудобные для европейских коллег вопросы, связанные с Украиной. И ждет честных ответов. Разговор у нас будет обязательно на эту тему достаточно серьезный. Надеюсь, что мои партнеры к нему подойдут по-честному и не будут от него, от этого разговора уклоняться под какими-то предлогами. Мне будет очень интересно на эту тему поговорить с нашими коллегами, которые отстаивают принципы невмешательства во внутренние дела, уважения суверенных правительств и вообще выступают за то, чтобы не проводить новых разделительных линий. Либо вы с Евросоюзом, либо вы, значит, против Евросоюза. Провел ли Киев эту разделительную линию между Россией и ЕС? Аналитики отмечают. Правительство Януковича настолько запуталось, что не может до сих пор определиться, на какую сторону окончательно перейти. Компромиссный вариант ни нашим, ни вашим, ни Брюссель, ни Москву не устраивает. В 2015 году Януковичу предстоят выборы. Если учесть, что экономика его страны сильно зависит от российского рынка и российского газа и плохо приспособлена к тому, чтобы получать выгоду от европейской торговли и требуемых Евросоюзом реформ, такой выбор стал бы для него политическим самоубийством. Не обязательно симпатизировать Януковичу, коррумпированному политику с бандитскими замашками, правящему в стране с олигархической экономикой, чтобы оценить незавидную ситуацию, в которой он оказался. Украина должна. 17 миллиардов долларов по счетам за газ и в виде выплат по долгам. МВФ отказался реструктуризировать задолженной страны. Если Запад все-таки решит не ограничиваться бутербродами, а повысит реальные ставки на Украину, то, по мнению наблюдателей, трансатлантическому сообществу нужно будет усилить политику в области безопасности. Ведь страны, стремящиеся в НАТО и ЕС, нельзя держать на пороге до бесконечности. Нина Шамуге, РТВАЙ И к новостям с Ближнего Востока. Совсем скоро может состояться встреча премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньягу с председателем палестинской администрации Махмудом Абасом. По данным израильских СМИ, госсекретарь США Джон Керри прилагает значительные усилия для организации переговоров на высшем уровне. Глава Госдепа считает, что такая встреча поможет сблизить позиции сторон на мирных переговорах. И это несмотря на пессимизм представителя Рамалы Саиба Риката. Он участвует в диалоге с министром юстиции Израиля Цепи Ливни. Вашингтон считает, что стороны все еще могут договориться по статусу Иорданской долины, Иерусалима и по правам палестинских беженцев. Ранее сообщалось, что на встрече с председателем палестинской администрации Махмудом Абасом Джон Керри предложил сохранить израильское военное присутствие в Иорданской долине на срок в 10 лет. И на протяжении этого срока провести подготовку палестинских сил безопасности, которые смогут постепенно взять на себя обеспечение порядка в этом регионе. Руководство автономии отвергает это предложение. Израиль под снегом. Буря Олекса, обрушившаяся на Восточное Средиземноморье, продолжает оказывать влияние на погоду в еврейском государстве. Практически по всей стране идут дожди. В горных районах ожидается новый снегопад. Режим чрезвычайного положения в Иерусалиме сохраняется. Десятки тысяч семей остаются без электричества. Полиция снабжает население едой, развозит бутерброды. Не обошлось без жертв. Годовалый ребенок погиб в лоде в результате пожара из-за неисправного электрического обогревателя. Сообщается еще о нескольких несчастных случаях. Подъездные дороги ко многим больницам завалены снегом. Ремонтные работы затруднены. Полицейские призывают граждан воздержаться от поездок в районы, где перекрыты дороги. Министр финансов страны Иерлапит распорядился о создании оперативного штаба при участии представителей Министерства социального обеспечения, внутренних дел, здравоохранения, просвещения, а также органов местного самоуправления. Штаб должен координировать действия по ликвидации последствий ненастья. Чрезвычайное положение, объявленное в секторе газа. В связи с непогодой отменены занятия в школах. В ряде кварталов оказалось полностью блокировано автомобильное движение. Наблюдаются перебои с поставкой топлива, что мешает работе больниц, большинство из которых используют дизельные электрогенераторы. Из-за дефицита мазута централизованная подача электричества порой прекращается на 16 часов в день. Жители вынуждены применять для обогрева домов все те же генераторы. Системы канализации прибрежного палестинского анклава не справляются с потоками воды и по многим улицам уже впору перебираться вплавь. Аномально холодная погода со снегом и дождями установилась во всех провинциях Сирии. Дамаска и ряд других городов страны засыпало снегом. По меньшей мере 11 детей погибли от холода. В Ливане жертвами стихии числятся три человека. По прогнозам синоптиков, небогода в Ливане продержится до воскресенья. Накрывший район Средиземноморья холодный фронт серьезно ударил и по другим странам. Так, в Иордании из-за проливных дождей, сменяющихся снегопадами, сегодня были отменены занятия в школах, закрыты банки. Местным жителям было настоятельно рекомендовано по возможности не покидать дома. У меня нет даже одеял, чтобы укрыть детей. У нас нет нормальных палаток, продуктов питания для детей. Как можно выжить такую погоду? Установление ответственных за применение химического оружия в Сирии потребует больше усилий и ресурсов, а также нового мандата, отличного от того, которым была наделена миссия по установлению самих фактов атак. Об этом заявил глава группы экспертов ООН. Оке Сельстрюм напомнил, что его миссия руководствовалась мандатом, данным ей странами-членами ООН и предусматривает только установление фактов применения химического оружия. Методы и технологии, необходимые для судебной экспертизы, не предусмотрены действующим механизмом, пояснил глава миссии. Тем временем, вторая международная конференция по сирийскому регулированию пройдет 22 января не в Женеве, а в городе Монтрео. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. По его словам, конференция запланирована на 22 января, но в этот день в Женеве не будет достаточного количества мест в гостиницах. Чуркин выразил надежду, что все участники конференции своевременно получат приглашение в Монтрео. Ранее высказывалось сомнение в целесообразности проведения конференции в Женеве и соображений экономии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения истребителя МиГ-31. В Приморье уже начались следственные действия. Проходит изъятие документов на заводе под Уссурийском, где самолет ремонтировали. Истребитель-перехватчик, выполнявший первый после ремонта полет, сначала пропал с экранов радаров, а спустя некоторое время летчики вышли на связь и доложили, что МиГ-31 потерял управление. Через несколько минут он потерпел крушение. Пилоты штурма катапультировались. После того, как их обнаружила поисковая команда, члены экипажа были доставлены в госпиталь. Их здоровью ничто не угрожает. Двухместный сверхзвуковой МиГ-31 — первый российский боевой самолет четвертого поколения. Он способен перехватывать и уничтожать крылатые ракеты, летящие на предельно малых высотах. На вооружении ПВО России сейчас находится более 350 таких машин. Американский ракетный крейсер «Каупенс» едва не столкнулся с военным кораблем КНР в нейтральных водах Южно-Китайского моря. В инцидент был вовлечен и единственный китайский авианосец. Все это произошло 5 декабря, однако информацию о командовании Тихоокеанского флота США распространило только сейчас. Американскому крейсеру пришлось предпринять незапланированный маневр для уклонения от столкновения с китайским судном. Его название не уточняется. Известно, что американский боевой корабль маневрировал неподалеку от китайского авианосца «Ляолин». Отношения США и КНР обострились после объявления Пекином территории над Восточно-Китайским морем зоной своей ПВО. Между тем, Китай стал первой за последние 37 лет страной, чей космический аппарат с луноходом на борту совершил посадку на Луне. Корабль Чан-Э-3 с шестиколесным роботом Юту, что в переводе означает «нефритовый заяц», сел в районе залива Радуги. Луноход способен передвигаться со скоростью в 200 метров в час и забираться на склоны с углом в 30 градусов. Запуск Юту – значительный этап в амбициозной программе Китая по освоению космоса. В 2007 году КНР осуществила запуск аппарата Чан-Э-1, который за 16 месяцев составил трехмерную карту Луны. А в 2010-м к Луне был отправлен китайский аппарат с фотооборудованием. Айран второй раз запустил в космос обезьяну. Об этом сообщается на сайте президента Исламской Республики. Примат по кличке Фаргам вернулся на Землю живым и невредимым. Во время запуска впервые была опробована ракета-носитель, работающая на жидком топливе. Напомню, в январе нынешнего года Тегеран уже запускал в космос ракету с обезьяной. Западные страны высказывали опасения по поводу иранской программы освоения космоса, поскольку использованные в ней технологии могут быть также задействованы при изготовлении баллистических ракет. Неспокойно на Черном континенте Африканский Союз дополнительно отправит 3,5 тысячи военных в Центральную Африканскую Республику, в которой Временное правительство не может справиться с воинственными группировками. Ранее в ЦАР прибыли 2500 солдат и офицеров. С марта этого года, когда повстанцы под руководством Мишеля Джотудия свергли президента Республики Франсуа Бузизе, страну сотрясают междоусобные войны. Международные организации предупреждают о затяжном гуманитарном кризисе. Так, в организации «Спасите детей» утверждают, что в противоборствующих группировках сражаются не менее 6 тысяч несовершеннолетних. ЮНИСЕФ доставил в Республику 77 тонн продовольственной и гуманитарной помощи, которая, по словам представителей фонда, уже распределяется на месте. Несколько миротворцев ООН погибли в результате взрыва, прогремевшего на севере Мали. По словам очевидцев, взрывная волна разрушила здание банка, а затем пожар перекинулся на автомобиль с миротворцами. Ранее сообщалось, что на северо-западе страны силами французского контингента проводится масштабная спецоперация. В конце сентября в Мали возобновились бои между участниками миссии ООН и боевиками-исламистами. Жертвами военных действий неоднократно становились мирные жители. Ну что ж, на этом у меня все. Следите за развитием событий, а я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго.